Стой, Руслан, я сказал! Стой, стой! Убью! Убью! В пьяном угаре у меня отец был, набросился топором. Мне пришлось бегать из дома. Он меня преследовал. Говорил, я тебя убью, иди сюда. Стой, я тебе сказал! Стой, убью! Бежал минут 20 примерно, гонялся за ним. Стой! Все, чего хотел Руслан с самого детства, это любовь и внимание родителей. Но такая простая и на первый взгляд обычная для каждого ребенка мечта для Руслана была неосуществимой. Мое детство было очень печальное. Я приходил домой и не видел никакой любви, никакой заботы. Я видел, как это было в других семьях. И хотел, чтобы это было в моей жизни. Моим родителям было не до меня. Они постоянно пили. И дома не прекращались скандалы и драки. Сколько можно мне? Я убегал из дома, чтобы этого не видеть. Мечтал, чтобы мои родители больше никогда не пили. Чтобы любили меня. Хотел любви. Любви, ласки, заботы. Я постоянно чувствовал отверженность, одиночество. Да, я мечтал, что я когда вырасту, я никогда не буду таким, как мои родители. Если у меня будут дети, я никогда их не буду обижать. Никогда они не узнают того, что я узнал в детстве своем. Лишенный внимания и заботы семьи, Руслан начал искать все, чего ему так не хватало на улице. Но все, что он нашел, это дурную компанию. Я попал в компанию с других районов ребят, которые курили постоянно, травку баловались, выпивали. Я попал в их компанию под ее влияние. Мне тоже это нравилось, мне хотелось попробовать. Я не понимал, как может алкоголь, вообще какая-то жидкость, просто такое сделать с людьми, как с моими родителями. Первый раз попробовал алкоголь. Я просто налил себе стакан и выпил. Потом второй, потом раз, ничего не помню, уже следующий день. Дальше пошли наркотики, амфетамин, пластилин, трава, спайс. Все такие наркотики, которые можно было понюхать, расслабить свой разум, потеряться от этого мира. Перепробовав все виды наркотика, Руслан остановился на амфетамине. Наркотик, который влияет на центральную нервную систему, повышая умственную и физическую работоспособность, улучшает настроение. В медицине амфетамин используют при лечении депрессии и при дефиците внимания. Когда я принимал наркотики, у меня было такое чувство, что у меня жизнь прекрасна, и мне все хорошо. Через короткое время Руслан был полностью зависим от амфетамина. Он давал парню все, чего он хотел. Больше всего убирал чувство отверженности, которое мучило Руслана с детских лет. Но вскоре Руслан понял, что это всего лишь иллюзия, и расплата за нее была высокой. Все, что я зарабатывал, уходило все на наркотики. Я жил одним днем всего лишь. Как бы было безразлично, что завтра будет. Я просто не мог обходиться без них. При длительном и постоянном употреблении амфетамина у человека появляется нарушение центральной нервной деятельности, повышение артериального давления, относительно частые парадоксальные реакции, сонливость и апатия вместо возбуждения, головокружение, озноб, тошнота, потеря аппетита, бессонница, возможны тяжелые нервно-психические расстройства, вплоть до шизофреноподобных психозов. Именно такие последствия наркотика Руслан начал испытывать на себе, вследствие чего у него появились проблемы на работе. Я находился в депрессии, когда у меня не было наркотиков, не выходил на работу. Бывало такое, что я срывался и вел себя непредсказуемо. Руслан остался без работы, но зависимость требовала новой дозы, поэтому парень начал воровать. Я воровал все, что мне приходило на ум. И металл таскал, и по грибам лазил, и магазинные кражи были. Раньше на этом месте был продуктовый магазин, и я имел возможность обворовывать его. Продукты, алкоголь, сигареты, все то, что мне хотелось взять, наполнить карманы, я брал. В тот момент меня ничего не останавливало. Просто было стремление обогатиться. Не складывалась и личная сфера жизни Руслана. Он несколько раз пытался построить семью, но эти попытки были безуспешны. Я не знал, как. Как любить правильно. Всегда скандалы и споры. Все тоже повторялось то, что и у моих родителей. Мы расставались. Руслан хотел бросить наркотики и начать нормально жить. Он прилагал много усилий, чтобы бросить наркотик, но у него ничего не получалось. У меня было 30 лет, а в моей жизни ничего не было. Ни семьи, ни работы толковой. Ничего не было. Ни детей, ни какого будущего, у которого можно было к чему-то стремиться. Одни наркотики были в моей жизни. Я закрывался дома. Такая депрессия, как будто хотел аж на стены лазить. Но не знал. Оно у меня в голове сидело и все. Но как его избавиться, никак. И башку разбить. Бился в стену, бился в подушку, закрывал, орал сам на себя. Но мне ничего не помогало. Родители Руслана, как и раньше, не замечали, что происходит с их родным сыном. А его друзья один за другим уходили из жизни. Многие из них под действием наркотиков заканчивали жизнь самоубийством. Здесь, на этом кладбище, похоронено очень много моих друзей. Двое умерло от передозировки. Двое покончило жизнь самоубийством. Я остался совсем один. Зачем мне эта никчемная жизнь? Все, чего я хотел, это уйти на тот свет. Для чего я дожился? Ради чего я живу? Какая цель? Я принял решение покончить своей жизнью. Я загнал себя в эту пропасть. Я не знал, как из нее выбраться. Больше ничего не приносит радости. Больше нет желания жить так дальше. Не верил, что это возможно. Вот эти объятия я ждал все мои 30 лет жизни. И мой отец остановил меня и сказал, сынок, надо бороться. Был просто поражен и удивлен, что такое любовь, что она есть вообще. Стало жалко отца, стало жалко мать. Начал задумываться, что я делаю в этот момент. К чему я пришел. Каким разочарованием в своей жизни. Что я мог непоправимую ошибку сделать. Когда я начал размышлять о своей жизни. Задавал самому себе вопросы. Ну так же задавал Господу, хотя его не знал. Вопрос, если он есть, пускай он явит чудо. Пускай какие-то перемены придут в моей жизни. И ответ не заставил себя долго ждать. В дом Руслана пришли верующие из Духовного Центра Возрождения. И то, что он услышал, коснулось его до глубины души. Единственный человек, который пришел на землю. Который любит меня. И это человек Иисус. Который умер за тебя. Ничего я не понимал. Ради того, чтобы я имел новую жизнь. Чтобы я имел перемены в своей жизни. Чтобы обрел спасение. Я загорелся этим желанием. Что мне нужно прийти и это все самому увидеть. И узнать, кто такой Иисус. Верующие люди пригласили Руслана в церковь. И он согласился. Приехав на служение в церковь в Духовный Центр Возрождения, Руслан примирился с Богом. Аллилуйя! Дайте Богу сильную славу! Когда Руслан пришел, очень замкнутый был. Очень был замкнутый. Трудно вообще выходил на контакт. Было впечатление, что он просто боялся выражать свои мысли вообще. И самое главное, что он в первую очередь, что произошло, я понимаю, что сыграло его в жизни большую роль. Что он обрел друзей. Что в первую очередь он увидел, что он кому-то нужен. Он увидел, что о нем заботился. Он увидел, что о нем переживали. Он начал открываться потихонечку. В церкви он узнал о колледже гора Моисея, где Господь исцеляет самые неизлечимые болезни, разрушает проклятия в жизни людей и освобождает их от самых сильных зависимостей. Я понимал, что я ничего не могу изменить в своей жизни. Что только Бог может изменить. И я принял решение поехать на гору Моисея. Я понимал, что только там я получу свою свободу. И в 2015 году Руслан приехал на колледж гора Моисея в город Киев. Мы когда ехали на колледж, у него очень большие ожидания были. Он так мечтал об этой свободе. Очень хотел освободиться. И на одном из служений во время молитвы апостола Владимира Руслан впервые пережил прикосновение Святого Духа. Когда молился апостол, я не понимал, что мне делать, как это может произойти, как это может меня коснуться. Пришло понимание такое, что нужно открыть свое сердце. Нужно просто довериться Ему. Нет ничего лучше, Боже, Твоего прикосновения. Пусть сегодня это прикосновение изменит жизнь. Так и прости Бога, скажи Бог, измени мою жизнь. Я хочу пережить силу Святого Духа. Пусть реальное твое проявление будет. Реальное проявление твое. Сила Духа Святого начала наполнять меня. У меня по телу шли мурашки. Радость мне наполняла. Как будто что-то менялось в моем организме, что-то в моей крови, что-то на физическом плане менялось. Дьявол должен быть полностью посрамлен в твоей жизни. Ты должен сегодня войти в свою победу. И эту победу дает тебе Дух Святой. Эту победу дает тебе Дух Святой. Прямо сейчас. Сатана, я связываю тебя на этом месте. Именем Иисуса Христа, дьявол, я повелеваю тебе, убирайся вон отсюда. Я почувствовал эту свободу. Другое понимание, другая ясность. Что ты другой человек, что ты свободный. Что ты получил то, что Бог обещал тебе. Только потому, что ты открыл его в свое сердце. Запомни, Бог достанет тебя из ада и поднимет тебя в рай во имя Иисуса. Бог достанет тебя из проклятия и поднимет тебя в благословение. Я молюсь, чтобы благословение Божье было на тебе сегодня. Подними свои руки во имя Иисуса. Произошло чудо. Произошло чудо. Он получил полную свободу. Я прямо видела уже на колледже, как он начал меняться. Начал меняться внешне. То есть вот он получил эту свободу долгожданную. Я видела, что у него взгляд поменялся, глаза стали счастливые у него. На колледже Гора Моисея Руслан получил полную свободу от алкогольной и наркотической зависимости. И домой он вернулся совершенно другим человеком. Я пережил Божью любовь. И я только сейчас начал понимать, что я не один в этом мире. Что со мною мой Бог, мой Иисус, который избавил меня от мук, от страданий. Что у меня новая жизнь. Когда человек переживает свободу, он уже сам несет эту свободу своим людям, которых он любит, которых Бог ему дал. Бог изменил кардинально мое сердце. Я начал любить людей. Я не знал, что такое любовь. Если я раньше себе требовал любви, то сейчас я ее сам даю людям. Сейчас Руслан – лидер домашней группы в Духовном Центре Возрождения города Днепр. Он очень счастлив, что Бог изменил его жизнь. И теперь он может спасать людей таких же, каким он был раньше. Я счастлив, что Бог дал мне свободу от наркотической зависимости. И я хочу помогать тем людям, которые еще не свободны. Я хочу помочь им прийти к Богу и жить полноценной жизнью. На сегодняшний момент он сам может быть ответом для других людей. Уже я смотрю, рядышком с ним уже ребята, женщины взрослые, мужчины взрослые, у которых тоже началась меняться судьба. Рядышком с ним. Он сам уже является ответом для них. Он заботится, он ответственный. Он добрый очень, сострадательный такой он. Я очень за него счастлива, очень рада за него. Вот действительно Бог творит чудеса. Наш Бог великий. Кардинально меняет наши жизни, кардинально меняет наши сердца. Не думал, что я могу измениться. Очень много изменилось в моей жизни. Насколько он велик, насколько его велико сердце. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...